Корпоративный спорт становится неотъемлемой частью крупных компаний в России, и Башкирия в этом плане не отстает от других регионов. Все больше работодателей дают возможность сотрудникам заниматься спортом прямо в офисе, либо проводят различные соревнования внутри организации. Одним из таких предприятий в Уфе стало Уфимское моторостроительное производственное объединение. У нас на УМПО активная массовая работа по занятию спортом наших работников. Мы проводим летнюю и зимнюю спорта-киаду. Более чем по 20 видам спорта участвует более 40 команд. Организовано все планово. Ребята занимаются, ребята и девчата занимаются, да и не только ребята, девчата и пенсионеры занимаются. Поэтому тысячи и тысячи участников наших спорта-киад, ну а лучшие составляют сборную нашего предприятия. А сборная участвует в корпоративных играх Ростеха и на других соревнованиях. Руководству ОДК УМПО удалось не только организовать занятия спортом, но и заинтересовать сотрудников. По словам Николая Лютова, работники предприятия готовы добиваться все новых высот на спортивном поприще. Однако без материальной базы никуда. Ее важно постоянно модернизировать. Современные покрытия, современные дорожки, современные площадки обязательно должны быть. Их должно быть много. Я думаю, что не в разы, а в десятки раз больше, чем сейчас имеется. Я думаю, что на каждом предприятии должно быть такие площадки и материальная база для занятий спортом тех, кто желает. А вот на предприятиях это, к сожалению, забыто и необходимо возрождать, потому что здоровье россиян – это в первую очередь физкультура, спорт. Вопросы развития корпоративного спорта в Башкирии обсуждали 20 июля в Республиканском Минпроме. Здесь прошло заседание регионального отделения Общероссийской общественной организации «Трудовые резервы». На встречу были приглашены представители различных предприятий, таких как НИФАС, Кумерталовская авиационно-производственное предприятие, Башкирская содовая компания и другие. Они имели возможность пообщаться с коллегами и перенять их опыт. У нас на предприятии организован тренажерный зал. Желающие могут заниматься настольным теннисом в перерыве от рабочего времени. Ну и в целом ежегодно, вот уже несколько лет мы закладываем в бюджете соответствующие расходы на спортивные предприятия. Поэтому спорт для нас, как сейчас можно говорить, на новом жизни. По словам председателя регионального отделения Общества «Трудовые резервы» Сергея Медведева, в республике имеется большой потенциал развития корпоративного спорта. На сегодняшний день в Башкирии к нему приобщились несколько предприятий. Российское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» создана в структуре госкорпорации «Ростех». И работа проводится непосредственно с теми предприятиями, которые находятся у нас в республике. У нас таких 9 предприятий, которые на своих ресурсах организуют работу по влечению работников предприятий в занятии спортом. И, соответственно, мы стараемся оказывать им содействие для того, чтобы соревнования проходили динамично, современно, заходили новые спортивные технологии. Для этого проводится изучение общественного мнения, маркетинговые исследования и предлагаются решения, которые можно будет масштабировать на все предприятия. По итогам заседания участники встречи договорились усиливать работу по созданию физкультурно-спортивных клубов на предприятиях, привлекать команды, участвовать в корпоративных играх Всероссийского общества «Трудовые резервы», а также массово развивать любительский спорт с учетом современных стандартов.